Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи мы беседуем о такой злободневной теме, как расцерковление. Почему оно происходит среди современных христиан, а самое главное, как все-таки его избежать. Говорим мы об этом в нашей студии с экспертами, ректором Самарской духовной семинарии отцом Максимом Кокаревым и директором Духовно-просветительского центра «Кириллица», клириком Кирилла Мефодиевского собора отцом Максимом Соколовым. Здравствуйте, отцы! Добрый день, дорогие телезрители! Насколько нам позволяет время и формат передачи? Мы попытались разобраться с терминами воцерковленности, расцерковления. В прошлой передаче мы поговорили о объективных причинах, то есть о тех причинах расцерковления, которые связаны с организацией института церкви. Сегодня мне бы хотелось поговорить о субъективных причинах, и тут, может быть, как раз отца Максима бы и начать. Ввиду того, что отец Максим занимается с детьми, видит и гимназистов, и просто детей, приходящих на кружки, и все мы так или иначе занимаемся воскресными школами, в какой-то момент молодой человек выходит из церкви. Вот давайте субъективные причины назовем. Какие могут быть субъективные причины выхода человека из церкви? Ну, что если касаемо, скажем, молодых людей, то здесь тоже, ну, насколько субъективно, то есть это переломляется через субъективные, конечно, причины. Ну, вот именно на этапе подросткового мы знаем, и многие писали об этом, и замечаем многие, что, конечно, это, во-первых, общая некая тенденция, ну, связанная с подростковым возрастом, во-первых, то есть необходимость найти себя самостоятельно, да, то есть прийти, даже пусть потом и вернуться к Богу, прийти к Богу, прийти к церкви, но уже своими ногами, не потому, что привели родители, не потому, что привели, там, какие-то внешние обстоятельства, а найти самому. И здесь в этом смысле часто тоже к нам обращаются, говорят, что делать. Вот ребенок, там, 14, ну, как ребенок, подросток уже, 13, 14, 15, 18 лет, меньше молится или вообще не молится, перестал ходить в церковь, перестал причащаться. Что делать? И часто родители здесь пытаются, ну, как на любой подростковый протест, пытаются только усилить контроль, усилить давление. Здесь все-таки психологически, конечно, все случаи разные, но психологически, наверное, более мудро в этой ситуации положиться на любовь Божию, на то, что действительно то, что мы могли вложить во время детского периода, оно никуда не уйдет, оно останется с этим ребенком, если действительно мы научились, научили их ценить красоту богослужения, научились их ценить красоту и глубину молитвы, то рано или поздно они к этому вернутся. Здесь сравнение, как тоже совсем недавно, в такой небольшой интернет-полемике, сравнение то же самое, как сравнение с любой другой деятельностью, предполагающей некое духовное усилие. То есть, ну, например, трудно объяснить подростку или трудно объяснить, вообще даже человеку, даже взрослому трудно объяснить, зачем люди сочиняют музыку. Ну, что такое, вот что в этом полезного? Мы говорим, что в этом красота и любовь, но подросток в силу своих особенностей скажет, а в чем красота и любовь? Ну, вот в чем? Ну, звуки. Ну, что тут такого? Или картины, да? Ну, фотографии. Вот, пожалуйста, мне что-то интересное, я сфотографировал, выложил в Инстаграм. Зачем мне ходить в музеи и смотреть на все эти картины? И рациональных доводов, то есть какого-то убедить, сказать, тут действительно сложно. Но если мы с детства сами прививали через свой интерес, через свою любовь, интерес к живописи, песням, музыке настоящей, хорошей, то ребенок рано или поздно все равно в нем этот фундамент сыграет за него. Точно так же и к церкви. Я больше, чем уверен, что именно так и будет. Второе, второе субъективно. Ну, дело в том, что уходят из, часто выходят из церкви не только подростки, не только дети. Да, да, да. Взрослые люди. Их немало. Взрослые люди, их немало также. И здесь тоже легче всего, конечно, списать, как вот мы говорили две передачи назад, что сказать, а, ну, это все пропаганда, это все запад, вот они просто выставляют церковь в некрасивом виде, поэтому вот люди слушают и уходят. Ну, отчасти, только отчасти это верно. Конечно, идет война с церковью. С этим тоже никто не спорит. Есть определенная, так сказать, группа людей, которые любую, действительно, просчеты. У всех людей, мы говорим, что церковь состоит из людей. У людей есть просчеты, они поднимают это на флаг, они размахивают им. То есть то, что простили бы там врачам, педагогам, но полицейским нет, полицейским тоже не прощают ничего. Церкви не прощается ничего. То есть, но эта пропаганда в основном действует все-таки на тех людей, которые не знают церковь. А вот те люди, которые знают церковь, с чем это может быть связано? Ну, во-первых, может быть, это действительно духовный путь определенный. Вот в практике каждого священника, наверное, есть те люди, которые говорят, да, я в какой-то момент ушел из церкви. Причем даже вот у меня был такой случай, когда одна женщина, прихожанка сказала, я в 18 лет почему-то решил, что мне нужно обязательно принять ислам, выйти замуж за мусульманина. Вот это тоже такой, видимо, вариант. И очень интересно, она действительно, она ушла из церкви, да, она приняла ислам, она вышла замуж за мусульманина, какое-то время пожила, и спустя только 10 лет вернулась в церковь. Ну, там было связано и с разводом, но очень интересным было, почему я ее вспомнил, очень интересным была ее оценка. Она говорит, я поняла, что вот в тот момент, в 18 лет, если бы я, ну, Господь меня вот в это не подтолкнул, то я могла бы, ну, очень разгульно свою жизнь провести, потому что все, что окружало меня, было, вот, подталкивал к разгулу. То есть, я, говорит, ушла бы из церкви все равно, если бы я не ушла в другую еще более жесткую структуру, с точки зрения нравственности. Ну, тут мы подходим к еще одной причине, мне кажется, она тоже требует осмысления, может быть, она единственная, абсолютно такая, абсолютно субъективная, потому что вот, даже исходя из того, что мы уже сказали в прошлой передаче, субъективно и объективно очень сложно разделить. То есть, у человека есть определенный запрос к церкви, церковь его либо реализует, либо не реализует, то есть, иногда бывает, что запрос неверный, да, то есть, человек ищет, там, я не знаю, какой-то психотерапевтичности, решения моментального всех проблем, каких-то гарантий комфортной, сытой, спокойной жизни, а церковь этих гарантий не дает и дать не может. Но вот чисто субъективной, абсолютно субъективной, получается, причиной выхода человека из церкви является вдруг вставание перед выбором. Я со Христом причастен ему и в церкви, или я с удовольствием грешу? Вот. И очень часто человек выбирает вот этот вот второй путь. Он, условно говоря, абсолютно честен перед самим собой, по крайней мере, в том отношении, что он понимает, что эти два пути несовместимы. Я не могу и грешить, и быть христианином, быть причастником Христа. Я не могу на исповеди называть то, что мне приносит удовольствие, от чего я точно не откажусь, грехом, а потом тут же возвращаться к этому. И, в общем, здесь начинается такая внутренняя шизофрения у человека, и во избежание этой шизофрении, раскола этого внутреннего, он отдаляется, расцерковляется, сам до конца, может быть, не отдавая себе отчет, что в этот момент он жертвует жизнью во имя иллюзии жизни. Но меня вот, я уже говорил, что мы со студентами в нашем клубе эту тему немножко пообсуждали, меня вот что интересует, вернее, не то, что интересует, а удивляет. Почему-то у нас есть набор грехов постыдных, как правило, это грехи против седьмой заповеди, которые, как человек понимает для себя, точно несовместимы с христианством, но при этом на исповеди он может называть там осуждение, гордыню, раздражительность, и в данном случае считает абсолютно нормальным, что после этого я подхожу к причастию. Как мы ответим на вопрос, стоит ли, вот человек согрешил, испытывает колоссальное чувство стыда, стоит ли ему самоотлучаться от причастия? Вот это правильная реакция христианину на грех? Или же нужно, наоборот, продираться к себе настоящему, да, приходить, каяться, да, может быть, испытать эту же сомфрению? Как вы скажете? Ну, вот давайте, наверное, отцу Максиму дадим слово. Ну, тут, понимаете, это касается и уже выцерковленных людей, и вообще такой глобальный вопрос. На самом деле, вот то, что вы описали, да, вот это жгучее ощущение осознания греховности, которое отдаляет, вот тоже прям в самом начале, в первой передаче, вы упомянули Иуду, да, то есть вот мы помним, там, бог с ним там синимыми заповедями, то есть я скажу, как предательство, да, вот, и мы помним двух предателей, то есть был Петр, который, мы всегда их приводим в пример, то есть человек, даже тяжко согрешивший, должен, ну, то есть самое хуже, что ему может случиться, еще хуже, это потеря надежды на возможность прощения, то есть если бы тот сын из блудной притчи не подумал, что отец его все-таки сможет принять, то есть он так и умер, там вот, где ушел, и ничего хорошего, притча не закончилась, поэтому, да, Петр плакал потом всю жизнь, то есть у Петра это жгучее ощущение, что он тоже предатель, оно не оставило по преданию, он там с каждым петухами, да, как он слышал этот крик, ему напоминало, то есть Айуда в какой-то момент сам себе решил, что все, нет мне прощения, ну, не без помощи Лукавого, которому все это больше всех надо, вот, и, собственно говоря, это, и был второй грех хуже первого, то есть мы можем себе представить гипотетическую, чисто гипотетическую, то есть история не терпится слагать на наклонение, что Иуда сделал все, что сделал, а потом пришел, и пока Христа вели на казнь, он продал сквозь толпу, упал ему в ноги и сказал, что, ну, вот, простил бы или нет, простил бы. Мы считаем, что да. Ну, вот, собственно говоря, то же самое, да, и людям, ходящим на исповедь, когда человек приходит, говорит, я вот, ну, да, чувствую, что вот одно и то же не могу победить, их за исповедь высподи, говорю какие-то одни и те же вещи. С одной стороны, действительно, в Древней Церкви было достаточно жестко, тяжкие грехи, вот, в том числе, ну, совсем прям никуда, не перпендикулярно христианской нравственности. Если человек после крещения их постоянно допускал, ну, его могли отлучить от причастия, примерно на годы. То есть, это был механизм очищения Церкви. Его тоже можно понять. Потому что мы как живем все по принципу? То есть, если бы не отлучали, он бы так же ходил бы там, да, был рукопожатен. Все, ну, как у нас люди, если они посмотрели, а что, так можно было? Ну, то есть, да, главное, то есть, Церковь так... Почему Господь смертью наказывает Анании и Сапфиру? За какую-то, с точки зрения мирского человека ерунду, нам кажется, воскресает Ветхий Завет. Потому что эта жесткость присуща более Ветхому Завету. Тут мы приходим, Петр говорит, они просто утроили часть денег. Там никаких, так сказать, ни Седьмой Завет, никакой. Ну, в первую очередь, они солгали Церковь, солгали Духу Святому. Петр говорит, вы солгали Духу Святому. А сначала один упал замер, а потом другой. Это книга деяний. В избежание сейчас, чтобы нас не начали критиковать за тем, на тему денег, надо прояснить тогда уж эту ситуацию, что мы ее вспомнили до конца. Ну, то есть... Да. То есть, проблема не в деньгах, а проблема в том, что община жила общим. Причем это не было принудительным. Это очень важная вещь говорит. Он говорит, зачем вы влете? Вас кто-то заставлял, эта земля не была вашей, а когда вы продали те деньги, а не были вашими, то есть, вы бы принесли половину, сказали, мы хотим пожертвовать половину, и все. Они принесли половину, сказали, это вся сумма. То есть, хотели почета, уважения, какого-то статуса, что мы такие благотворители, а половину просто прикопали где-то в огороде, условно говоря. То есть, солгали. Там главное была ложь. Но оба падают замерто. Это почему? Потому что все остальное общение, чтобы действительно было ощущение, чтобы неповадно было. То есть, потом, конечно, не смертью, но церковь тяжких грешников отлучала. Потом, да, после седьмого, где-то к веку, к седьмому, это институт тоже уходит. Так же, как и оглашение длительное, потому что церковью стали все, вся Византия. И там все люди очень разные, и, конечно, так жестко, то есть, этих вчерашних чиновников, там, императорских, да, и прочих. Ну, сложно назвать в полной мере такими же христианами, как те, кто выстрадали в эпоху гонений. И, ну, не все могли понести такие, да, так сказать. И вот публичное покаяние уходит. Ну, долго, много веков оно в церкви существовало. Но! То есть, это уже за совсем тяжкие грехи, да, там есть книга правил, все понятно. Вот. И сейчас такого нет, но в любом случае, когда человек приходит и говорит, что, ну, то есть, и от христианина действительно, наверное, требуется, все равно, не можно говорить, что не надо менять свою жизнь. Все равно требуется преображение. Оно не моментальное, не сиюсекундное, но во Христе совсем уж постыдно, когда человек как жил до, то есть, не изменилась жизнь человека, он как жил, будучи язычником, безбожником, точно так же, только покрестился, но живет точно так. Это неправильно. То есть, там все не быстро, но это постепенное преображение. Но какие-то грехи, они не исчезнут все равно никуда. То есть, мы тут будем постоянно сталкиваться с осуждением, с какими-то мыслями, с какой-то зависием. И человек с этим сталкивается, даже не с тяжкими грехами. Это то, что Иоанн Шанхайский называл апокалипсис мелкого греха. Приходит и говорит, что я буду на исповедь постоянно, а вот тут мы им говорим, да, постоянно, да, говорить, да, про одни и те же мысли осуждения. Потому что здесь логика такая, не мы сначала должны стать белыми, пушистыми, только потом прийти, а до этого будем себя отлучать. Человек не совсем понимает, для чего исповедь. Приходится объяснять человеку, что исповедь как раз для того, чтобы эффективно в дальнейшем бороться. То есть, если ты не будешь, то есть, это же не отчет Богу о проделанных грехах, это попытка у Бога и спросить помощи на... То есть, мы приходим, приносим свое израильное сердце и говорим, Господи, ты видишь, я вот с этим, с этим, с этим справиться пока не могу, помоги мне. Это же обратная связь. Господь дает тебе благодать бороться с этими грехами, если у тебя есть настоящее желание. То есть, а если нет, если ты за эту помощь не ходишь, то как ты будешь бороться? Ты будешь ждать, я там поборюсь, а потом уж только приду к Богу, пока я себя отлучу. То есть, без этой помощи ты так и не поборешься. Я вот хотел бы отца Максима спросить, как человека с психологическим образованием. Все то, что говорит отец Максим, абсолютно верно, ну, это как бы вещь такая принятая, и... Ну, очень часто, когда ты начинаешь разговаривать с живым человеком, потому что сейчас мы все-таки общаемся с неким абстрактным, как бы, человеком и о каком-то абстрактном человеке, а вот есть живой настоящий человек, который говорит, вот у меня такое чувство вины и такое чувство стыда. Да, я согрешил больше того, я больше этого не делаю, но я чувствую, что эти вещи, ну, совсем несовместимы. Вот я не могу смотреть теперь спокойно на иконы, я не могу спокойно подходить к таинству причастия. Я ощущаю себя вот как тот самый Иуда, который взял, предал, отрекся и, в общем, плюнул в сторону Господа Бога. Вот как утешить такого человека? Может быть, у нас сейчас такие есть люди, которые так размышляют, и они нас сейчас смотрят? Ну, во-первых, прежде всего, нам кажется, нам надо декриминализовать чувство вины и стыда. Какие бы это, это очень неприятное, очень мощное чувство, они могут очень разрушить жизнь человека, но при всем при том, мы веруем, что все, что дал нам Господь, Он дал нам в спасение. Значит, чувства вины и стыда нам тоже для чего-то нужны. Это первое. Потому что современная психология, она очень не любит, очень боится, очень избегает этих чувств. Она считает, что это чувство, ну, при всем при том, что разрешили чувствовать агрессию, разрешили чувствовать, там, ну, такой, как бы, рациональный эгоизм, что это вот мне неинтересно, почему-то какие-то чувства все равно у нас не очень принимаются, ну, многими, по крайней мере, современными психологами. Второе, есть такая хорошая фраза, которая мне нравится, страшнее вины повиновения ей. То есть, понимая, что мы должны, как любое человеческое существо, ну, по крайней мере, падшее уже, которое после Адама, которое живет вот в этом контексте постоянной борьбы с грехом, что мы можем испытывать чувство вины и стыда, но при этом мы не должны ей повиноваться. И в этом смысле очень хороший, мне кажется, образ, такая притча, кинопритча, это фильм-остров Лунгина, где мы видим, опять-таки, предателя, который в самом начале кино очень страшное совершает, злодеяние, предает своего соратника. И вот дальше современный человек, он как? Он либо пытается себе, вот когда совершил что-то такое действительно страшное, он либо пытается себе объяснить, ну, обстоятельства, там, еще что-то, ну, то есть избегнуть вот этого чувства вины. Ну, против седьмой заповеди вообще очень легко найти оправдание люди себе находят, да, но это же любовь, любовь окрыляет, а кто податель любви, тот, кто есть любовь, любовь не может быть порой. Есть материалистические объяснения, человек просто полигамент по натуре своей, нам об этом говорят. Я бы не хотел сейчас все-таки, понятно, что тема интересная, и тоже, да, если хочешь аудиторию, так сказать, пробудить, то пошути что-нибудь про отношения между мужчиной и женщиной. Но я сейчас не хотел, вот хотел сказать, очень хорошая притча, все-таки вот этот фильм «Остров», там герой, которого играет Петр Мамонов, вот он и не отбрасывает это, не объясняет, ну, там же фашисты, было страшно, любовь сделала так на моем месте. И вместе с тем это чувство вины, мы видим, его не раздавливает. То есть он всю свою жизнь служит другим людям, в том числе и для того, чтобы, ну, как-то не искупить, а, ну, в некотором смысле остается своим Богом, потому что, несмотря на это страшное злодеяние, несмотря на то, что он мог бы стать Иудой, он остается апостолом Петром. И мы видим, как Господь через него совершает чудеса, через вот этого предателя. В некотором смысле, вот я сейчас только говорю, я понимаю, что это вот как раз образ апостола Петра или образ Иуды, который покаялся. Вот. И мы видим, как он в конце фильма, Господь ему дает утешение. Так вот, христианское понимание вины, да, мы ее испытываем, да, это нормально. Самый правильный способ совладать с этим чувством вины, это как раз покаяние. Не просто исповедь, да, мы часто приравниваем одну исповедь к покаянию, но мы же помним, что покаяние это еще до исповеди, это апогей в исповеди и долгий процесс после исповеди. Кто из нас не согрешал? Я согрешал очень страшно. Я в своей жизни мог бы себя, себе, так сказать, убедить себя, что мне нужно уходить из церкви или уходить в служение, ну, много раз, наверное, в своей жизни. Но находились слова священного писания, находились люди, которые мне напоминали вот о том, что страшнее вины повиновения ей. И по милости Божией получалось оставаться. Я очень надеюсь, что и другим людям. А самое главное, ведь когда мы в таком состоянии, в таком настроении, как раз это вот тоже часто причина претензий к церкви у людей, которые уже в церкви. Я чувствую, что я не соответствую, но я же не могу быть один неправ. И точно так же, как в семье, мы начинаем, или как на работе, работа, которая вдруг нас перестала там радовать, мы вместо того, чтобы найти причины в себе, мы начинаем находиться. Вот потому что начальник плохой, потому что там неудобно добираться, время работы неудобно. Или в семье, да, вот раньше жена была такая, сейчас вот уже не такая ласковая, не такая там красивая, не такая еще. То есть, внешние причины мы всегда найдем. Поэтому вот сейчас тоже в полемике, часто, которая случается в интернете по поводу, например, перевода богослуженного в язык, или по поводу всякой либерализации церковной жизни, как-то так получилось, что я уже сейчас уже все время и против тех, и против тех. Мне, значит, консерваторы мне говорят, что я либерал, либералы мне говорят, что я охранитель и консерватор. А я все время пытаюсь донести только одну мысль, что, дорогие мои, мы хватаемся за внешнее. Что молиться, человек, который хочет молиться, он может на русском языке молиться, он может молиться самыми простыми словами, детскими словами, но вместе с тем, если ты действительно хочешь молиться, тебе церковно-славянский не помешает. Равно как, если ты не можешь и не хочешь молиться, не поможет тебе русский. Так же, как с формой одежды. Я вот тоже батюшкой говорю, с одной стороны, не хочется и не нужно, нельзя, чтобы православие превращалось у нас в юбкославие, да, то есть, когда мы считаем, что если человек там чуть не по форме пришел, не в таком платочке, ну, вот как некоторые динаминации старообрядцев, так скажем, да, стоит там по-другому платочек завязать, и все, ты исторгаешься из церкви, вот тоже свой критерий церкви. А с другой стороны, мы видим людей, которые, к сожалению, что называется, назло, да, а я вот, вот так я хочу себя проявить, я вот надену самые нелепые одежды и приду в церковь и терпите меня таким, какой я есть. Вот, то есть, когда это происходит как некий вызов церкви, как некая попытка себя утвердить за счет церкви, это тоже настолько нелепо, я бы сказал, смешно, но это не смешно, потому что за этим стоит человек, о спасении которого ты молишься. Ох, дорогие отцы, много вопросов осталось за скобками, к сожалению, но на сегодня передача наша тоже подходит к концу, может быть, в качестве такого быстрого резюме всему циклу, на мой взгляд, мы сумели в первую очередь вот донести, может быть, действительно, эту очень важную мысль, что Христос привносит в церковь то, о чем мы с отцом Максимом до эфира обсуждали, на мой взгляд, мне так кажется, я могу ошибаться, в принципе, или моя формулировка может быть неточная, но мне кажется, что Христос привносит церковь как новое, не просто некий институт, не просто некий, некий топос, место, куда мы теперь должны приходить, а это форма изначального мировоззрения, то есть таким задумывался Адам и Ева, чтобы так смотреть на мир, как на церковь, где есть хозяин, где есть глава этой церкви, а мы все, собственно, ее часть. И одинаково плохо, когда мы себя противопоставляем с целью, как отец Максим замечательно сейчас сказал, самовыразиться, для того, чтобы самоутвердиться и противопоставить себя какому-то течению. Одинаково плохо, когда мы себя полностью ластиком стираем и говорим, я тварь дрожащая, ничего не знаю, повинуюсь, руководите мной, манипулируйте мной, как угодно. Церковь предполагает определенное здравое воззрение на мир, где каждый должен искать не Божьего, а Бога, не человеческого, а человека. Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин